друзья привет сегодня у нас редкий но очень интересный зверь subaru levork 16 turbo встречай друзья у нас автомобиль subaru levork 16 комплектации gt мотор fb 16 170 сил турбонаддув полный привод вариатор у нас на канале есть обзор на subaru levork 2 литра 300 лошадей поэтому если вы присматриваете себе или ворга и что-то хотите прикупить себе очень быстро функционально универсально обязательно посмотрите этот обзор и будет ссылочка внизу на 300 7 или work посмотрите оцените эти машины по достоинству давайте посмотрим на самое сердце и на самое интересное в этой машине это то что у нее под капотом здесь у нас мотор fb 16 этот мотор также идет на импрезах и на subaru импреза xv xv которые продаются на российском рынке официалов по есть на механике есть и на вариаторе и вообще без турбины у этого мотора 115 сил всего здесь у нас стоит турбина и эта машина имеет 170 лошадей subaru заявляет что они пробегают 300 на аукционе я видел максимум 230 тысяч пробег больше нее то есть ну примерно грубо говоря в россии наверное этот мотор проживет 200 если его не отжимать наверно каждый день у мотора fb 16 прямой впрыск плюс турбина и subaru заявляет то что его тяга сравнима с двухскольчатым атмосферным мотором соглашусь тянет очень неплохо после двухлитрового 300 сильного я честно говоря серьезно не относился к этому автомобилю но когда ты садишься даже в интеллигенте ты чувствуешь что это интересная машина она интересно едет трансмиссия на всех ли ворга line tronic вариатор механики здесь нету к сожалению потому что если бы были ли ворги на механике на 6 ступой которая есть у subaru эта машина была бы очень интересная даже с мотором 16 конечно тут веселуха была бы можно было бы крутить мотор но subaru посчитали наверное то что они будут дохнуть и но в общем механики нет у ли ворга 16 turbo есть комплектация sti gts sti ай сайт она называется к сожалению комплектация sti ничего технически нового вы не найдете это будет немножко визуала и немножко технической начинки в салоне по мотору все то же самое эта машина кто не знает она выросла из legacy в вагон она стала более компактная и они сюда поставили всю морду на диодах здесь фирменная ноздря subaru вообще решетки ходовые огни туманки вся оптика вот эти вот жесткости по капоту мне очень это все нравится ребро жесткости по дверям пороге вот эти на накладка спереди на порогах также жесткость вот здесь вот идет на заднем вообще все очень красиво спойлер который перекочевал с импрезы плавничок стопы задний бампер немного черного пластика накладки на выхлопные трубы конечно знаете это не моторы f20 который на 280 фориках на 300 сил в леворга когда ты просто присаживаешься слушаешь там такой вот этот субаровский бас здесь такого нету к сожалению но ребят у вас и бюджета не те потому что двушка стоит вообще других денег поэтому как бы звука такого не получить за внешность ставлю зачет мне реально очень нравится какие идут колеса на gt у нас идет размер гражданский 215 50 17 гражданские колес gtf и в сти у вас уже идут колеса 225 45 высота и 18 диски еще и бильштейны идут здесь у нас обычная стойка в общем эта машина хорошо стоит по трассе от gts просто да будет жестко но как вы будете заходить в поворот я на этой машине мы пока сюда ехали ну я заходил на 40 на 60 километров в поворот вообще до крен есть но очень достойно клиренс на gt здесь у нас gt клиренс всего лишь это subaru я вам напоминаю subaru в принципе у нас тут сохранен стиль subaru которую они сейчас используют и в импрезах и в xv и в форики и в легоси которые уже канули прошлое на данный момент но еще остались все равно проходные варианты так что если хотите себе прикупить именно легоси то еще есть возможность руль вы посмотрите это руль это с gtr руль то есть какой формы кнопочки вот это все обе таровская селектор тоже с кнопочкой здесь вот есть разблокировки компьютер который у нас показывает информацию по расходу там и прочие данные есть ноздря на капоте это значит вообще она быстро поэтому у нас все управление идет с руля треки телефон управления то есть здесь там информация любая которая выводится на компьютер здесь только вот печки нет получается режим интеллигент спорт круиз слежение за полосой у нас комплектация ай сайт и все ли ворги даже 16 даже в самой базовой версии они всегда будут ай сайт две камеры которые следят за тем то что происходит у вас спереди и идут еще лепестки в общем все управление автомобилем практически завязана рулет два режима всего интеллигент и спорт на двухлитровых версиях легорга и форестера и импреза у них есть еще спорт шанс когда тачка дубасе на все бабки вот здесь просто маленькая турбина относительно своих старших братьев на двухлитровых моторе вот в общем два режима по городу там в будний день но в общем когда поток плотный на интеллигенте ездите вы не будете вообще не отставать не будете ему вваливать чтобы ехать с потоком в общем обычная гражданская езда вам интеллигента за глаза хватит в общем по городу мне честно говоря нравится сидение не спортивный то есть может чуть поерзать где-то завалиться а из-за боковой поддержки допустим вот в том же крауне я не могу завалиться вот прям на бок здесь вот реально гражданский вариант леворга надо притопить притопит не такая жесткая подвеска по городу вообще нормально у нас дороги все равно херовые вот и вот эти всякие трещины на бельштейнах это было бы вообще я тут трется бы вот на вот этой кучке бы подскочили бы тут весь салон бы подпрыгнул друзья выехали из города вот педаль завлю также включая спорт ничего как бы не поменялось но если вы продавливаете педаль подальше и вот здесь fb16 просыпается в начале стопудово обойдет конечно ли вот всяких краунов всяких вот этих трехлитровых 3 5 даже я думаю всяких атмосферных автомобилей обойдет динамика конечно даже 16 двигатель хорошая в общем управлять автомобилем удобно и по трассе тоже леворг 16 комплектации джеки получает я ему дам вот три с половиной балла по пятибалльной шкале мне нравится вообще давайте посмотрим багажник это наверное номер два самое интересное в этой машине в общем нас тут конечно по минимуму все есть вот такие вот сеточки куда можно тоже там чуть положить крючочки всякие есть рычажки которые просто с пальца работает ну-ка это в общем можно кинуть матрасик и поспать смотрите все отделано тряпкой добротной такой махровой здесь две ниши сейчас у нас тут в общем тоже какие-то всякую на всякие сумочки с полиролями с компрессорами все туда убрал у тебя полезная площадь багажника используется под всякие вот не знаю чем вы будете заниматься на этой машине там спортивную сумку возите лыжи там и прочее какие-то скейты в общем машина для города что поехать куда-то за город загрузиться какими-нибудь дров палатка касающим друзья мой вывод про subaru levork 16 это откровенные мысли ничего не приукрашивает мне нравится это тачка мы снимали обзоры я катался на двухлитровом 300 сильном меня честно говоря он не очень впечатлил потому что все равно там есть турболаг в начале в общем как и все говорят subaru в начале не едет мне тоже показалось что levork 300 сил в начале туповатый на середине на верхах он конечно очень хорош внешне нравится технически что 16 что двушка хороши нет механики пока за салон нормально ничего не раздражает все в тему все кнопочки все на руле сидеть удобно вообще супер багажник зачетный есть рычажки можно откинуть все клиренс мелковат вот только замечание к этой машине 130 и даже 135 здесь бюджет и самое главное смотрите самый старт за джеки то есть джеки это самая базовая комплектация за живые варианты 850 за живые варианты это пробег до сотни здесь у нас пробег 130 но машина все равно в хорошем состоянии четверка оценка без салон хоть и грязноват но нету не потерто с нет ни замечаний если вы хотите пробег до 50 а люди боятся больших пробегов с трубовыми моторами вам придется выложить за джеки комплектацию 950 то есть плюс сотня это будет пробег 340 если вы хотите купить gts самый старт цен за же за джеки с миллион пятьдесят если опять же вы хотите пробег поменьше плюс сотня сразу если вы хотите вот ехать на subaru по взрослому вам нужна двухлитровая 300 сильная версия самый старт миллион триста пятьдесят если вы хотите либо в пакете стей либо вы хотите очень маленький пробег вы хотите люк вы хотите вот прям вот кожу подогревы память но в общем очень жирного леворга полтора миллиона рублей по сравнению с европейцами которые по силам примерно такие же это все равно бюджетные цены поэтому кто бы там что не говорил справа и руль дорого да вы куда вообще куда такие цены да ничего ты не купишь подобного такого надежного столько сил ничего не возьмешь поэтому европейцы не конкуренты ли ворк если в двух словах то subaru леворг это как этот истребитель маленький но быстрый ребят поставьте лайк подпишитесь на канал и обязательно пишите комментарии вообще машина актуальна для россии вот с этим турбовым мотором вроде бы да бензин стоит кучу денег напишите обязательно хотели бы вы вообще покататься на этом автомобиле на этом 16 возможно вы бы хотели бы двушку за миллион триста не знаю напишите внизу комментарии вообще что думаете что думать про этот автомобиль еще про наш обзор я с вами прощаюсь пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля